ПФР назвал условия получения пенсии для жителей Донбасса. ПФР назвал условия получения пенсии для жителей Донбасса. Час 54. РИА Новости. Евгений Епанчинцев. Вывеска на здание отделения Пенсионного фонда Российской Федерации. РИА Новости. Евгений Епанчинцев. Москва. 26 апр. РИА Новости. Российские пенсии будут получать те жители Донбасса, которые переедут в Россию на постоянное место жительства. сообщили РИА Новости в Пенсионном фонде. В отношениях между Россией и Украиной действует основанное на территориальном принципе соглашение от 13 марта 1992 года о пенсионном обеспечении. Вчера, 23.55. Небензя, указ о российских паспортах жителям Донбасса не является сигналом. Согласно этому международному акту, выплаты пенсионеру назначаются и производятся государством, где постоянно он проживает, вне зависимости от гражданства. В этой связи российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются, пояснили в фонде. Начислять пенсии жителям Донбасса, которые переедут в Россию, будут в общем порядке. Руководство с действующим законодательством. Для оформления выплат будет необходимо представить стандартный набор документов, список которого опубликован на сайте ПФР. В фонде подчеркнули, что будут содействовать подтверждению стажа и заработка граждан, в том числе направляя запросы коллегам с Украины, в ДНР и ЛНР. При этом, если гражданин не будет работать, то ему будет установлена федеральная или региональная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Вчера, 15.22. Российские паспорты откроют новую эпоху для жителей Донбасса, заявили в ДНР. Указ Путина о предоставлении гражданства. В среду Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Это решение, как пояснил глава государства, принято для защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права. Срок рассмотрения заявления на получение гражданства по упрощенной схеме не должен превышать трех месяцев. В России сейчас находится более миллиона выходцев из этого региона. У них различные документы, патенты на работу, виды на жительство, разрешение на временное проживание. 77 тысяч человек получили временное убежище или считаются беженцами. Российское гражданство. По данным МВД, с 2014 года получили 360 тысяч украинцев. Вчера, 12.43, Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса.